В 2008 году я устроился на Висьмо и получается Висьмо уходил в армию. 2009 год призыв. Служил в городе Балашиха в отдельной дивизии оперативного назначения. В 4 полку ордена Кутузова был снайпером первые полгода. Затем звание получил младшего сержанта, командиром отделения ушел уже с армии. Служба у нас очень интересная была. Практически каждые выходные мы выезжали в город Москву на различные спортивные мероприятия. В основном это был футбол в Лужниках, в охрану порядка во время футбольных матчей. Случай помню. Сборная России играла товарищеские матчи со сборной Аргентины. Главным тренером еще сборной Аргентины был Марадона. Я стоял прямо у автобуса, то есть на выходе команды. И видел всех лично в расстоянии метр. Марадона, Месси. Было прикольно, конечно. Российский атакующий трезубец Аршавин Кижаков-Семшов с первых минут начал терроризировать оборону Аргентины. Фанаты команды «Зенит», они очень такие яростные болельщики. Были стычки. То есть, ну, тоже меры принимались. Страшно там находиться, когда начинают фанаты между собой выяснять, какая команда лучше. На стадионе очень интересно. Там тоже такая своя жизнь. Вместимость лужников 70 тысяч. Бывало такое, что был полный стадион. Это очень интересно, когда они кричат кричалку. Вообще прям дух захватывает. В 2010 году я вернулся на «Весьму», получил подъемный, попал в тот же цех. Я тогда еще печевым работал. Даже в ту же смену все те же люди. То есть вернулся на свое место и до сих пор работаю. Я на плавильщика отучился. Меня забрали в армию. В Ялань. Я вообще сначала не понял, куда я попал. После того, как нас забрали, привели уже в саму казарму. Было, конечно, немного страшно, потому что еще дембеля были, а про Ялань ходили страшные слухи. Но на самом деле там было довольно весело. Много было историй, особенно как мы ходили стрелять на учения. Особенно ночные, когда трассера вылетали. Трассерные патроны, они летели. И если попадали в землю, то они отскакивали. И это выглядело очень красиво, как фейерверк получается. Я когда сюда пришел, работа для меня показалась вообще не пыльной. Здесь у нас бригадный метод. То есть каждый друг другу помогает. Я зарплатой доволен. И если вот даже на то пошло, не получилось бы у меня устроиться на завод, я бы пошел, ну куда бы я пошел? Я бы пошел в пятерочку, да, в ту же. И что бы я там получал? 25 тысяч. Я считаю, что каждый уважающий себя молодой человек должен пройти путь армии, так как она учит чувство долга, ответственности и мужественности.